Они уже, украинские националисты с Донбасса, начинают переносить борьбу свою на улицы собственных городов. В Киеве начались уже политические убийства. Олеся Будино, этого писателя, ведущего, вот не совсем недавно убили. Еще скольких они убьют для того, чтобы добиться полного развала Украины. По всей видимости, так называемый проект Украина имеет свой и конец. Надеются зря вот эти руководители украинского нынешнего государства на то, что Запад им поможет. Запад им поможет только в одном. Потерять Западную Украину в пользу Польши, Закарпатья в пользу Венгрии, помню там еще Буковину в пользу Румынии, ну и так далее, и так далее. Да, вот в этом они точно помогут. Они вот четко как-то действуют по этому плану. Донбасс им не взять уже по определению. Потому что Донбасс уже научился не только защищаться, но Донбасс уже научился и побеждать. Если сейчас они нарушат свое перемирие, так называемое, следующим будет освобожден Мариуполь и выход к границам, естественным, Донецкой и Луганских областей. Это они знают хорошо, и им не помогут ни 300 американских десантников, которые прибыли во Львов и оттуда носа своего не будут казать, потому что бойцам Новороссии все равно, кого громить. Или американских этих десантников непонятного происхождения, или еще кого-либо. Они уже привыкли, так сказать, защищать свою Родину. Вот в чем проблема. И после этого говорить о чем-либо еще. Не боеспособна украинская армия. Не боеспособна. Потому что все-таки воевать с собственным народом это нужно и мужество. 17 тысяч дезертиров прячется по Украине и по это. Это уже для них национальной должно быть трагедией. Но они этого все равно не понимают. Господин Порошенко, так сказать, вцепился как клоп в эту власть. Он имел исторический шанс вначале прекратить войну и договариваться. Но теперь уже все. Жребий брошен, как говорится, Рубикон перейден. Кровь разделила народ. Никогда Донбасс не прекратит, не простит вот украфашистам погибших своих детей, жен, дочерей и так далее. Никогда. Все. Украина уже не будет никогда той, которая была раньше. Более того, сейчас они всерьез переживают за то, что остальные области Новороссии начнут отпадать. Вон под Харьковом роют окопы. Это маразм полный на сегодняшний день. Рыть окопы для того, чтобы остановить моторинизированные части и механизированную армию. Понимаете? Тут тоже списывают понемногу в бюджет. Там радикалы требуют победы. Порошенко заявляет, что его армия лучшая чуть ли не в мире и так далее. Заявляют о нашей российской там агрессии. Если бы хоть одна российская дивизия перешла, так сказать, границу Украины, то я думаю, в Киеве уже бы торжествовали победу. Во Львове уже бежали бы все фашисты и идут в сторону Польши. Поэтому никаких, конечно, наших войск там нет и быть не могло. Но они вот не хотят признать, что они проигрывают бывшим, так сказать, инженерам, шахтерам и так далее. Им хочется проигрывать российской армии. Но нет ее. Нет там и не было. Поэтому простой народ, взявший в Новороссии в руки оружие, защищается. И так защищается, что сейчас в трещит по швам вся Украина. Не сегодня, а завтра она рухнет. Потому что фашистский режим на Украине, которая так обильно полита кровью славных предков, не приживется никогда. И зря эти бандеровская нечисть вообще пришла к власти. Это приведет к их полному уничтожению. Потому что если раньше они еще чего-то терпели, украинский народ, теперь будет полное уничтожение за те зверства, которые они произвели на территории Украины.